Академия отличников явление для страны уникальное. Лучших студентов медиков Северокавказского федерального округа объединили для совместной научной работы. Мы собрали ребят, лучших студентов всех восьми вузов, которые входят в класс. Они увидели друг друга, узнали. Мы ими не только гордимся, мы рассчитываем на них, потому что они не поехали куда-то учиться, они останутся работать здесь. И если лучшие студенты наших вузов будут работать в нашем округе, соответственно, мы свою задачу решаем в области практического здравоохранения. Теперь заниматься научной работой в Академии будет и студентка Дагестанского медуниверситета Лариса. Девушка мечтает стать хирургом и добилась немалых успехов в учебе. Наша специальность требует такого отношения. И здесь не получится отдыхать, много гулять и так далее. Мы понимаем, когда подъем документы в медицинский вуз, что мы подъем документы в шесть лет упорного трудолюбия. Поэтому я думаю, что это наш долг, это наш долг перед обществом, перед самими собой, перед каждым человеком, которого мы будем впоследствии лечить. В этом году в Академию вступили 100 студентов. В Ставропольском медуниверситете каждому из них торжественно вручили специальные удостоверения. Может быть, сегодня в этом зале присутствуют и будущие министры здравоохранения регионов, а может быть, и Российской Федерации. Все зависеть будет от вас, дорогие коллеги. Ведь никто из нас не думал, что будем мы министрами или наши коллеги будут ректорами. Жизнь расставляют все на свои места. И не обязательно, чтобы стать великим ученым, прекрасным медиком, ехать и работать в Москву. Опыт и авторитет можно заработать у себя здесь дома. Проект поддержал и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он согласился стать президентом Академии отличников.